Добрый день, интернет-магазин bilyardmag.com, меня зовут Богдан и сегодня у нас в обзоре держатели для мела вот в таком исполнении. Они бывают кожаные, бывают курзамовые. В данном видео мы рассматриваем держатели для мела кожаные. Это сделано из натуральной кожи. Объединил в один обзор основа. Основа здесь одинаковая, то есть сама клипса, которая крепится к одежде абсолютно одинаковая. Это две разные товарные позиции, но они схожи, поэтому объединил в один обзор. Значит, первая позиция это держатель кожаный с металлической клипсой. Металлическая клипса выглядит вот таким образом, вот такая конструкция. И просто держатель для мела кожаный у нас называется. Ну, скажем так, это держатель для мела с пластиковым боксом. Преимущества недостатки. Лично вот, исходя из моих предпочтений, мне больше нравится держатель для мела с металлической клипсой. Потому что у вас мел при креплении остается открытым. Плюс, ну, вот вы закрепили, и он у вас всегда открыт. То есть вы его достали, ну, сняли, ну, там, у вас прикреплен к карману или кремню, помелили и вкинули назад. И у вас мел всегда открыт. То есть до последнего вы можете мел подрезать. Многие подрезают мел, и это логично, так как когда появляется промел уже достаточно глубокий, чтобы не пачкать ки и нормально, эффективно нанести мел на наклейку, то мел нужно подрезать. Ну, особенно это касается дорогого мела, когда это мел кому, который стоит достаточно дорого, там, порядка 30 долларов. Ну, конечно, его подрезать нужно, ну, не выбрасывать же. Поэтому, ну, скажем так, клипса, она удобнее, и она дает более, скажем так, удобный доступ к мелу. Плюс клипсы в том, что, ну, вот, допустим, да, вот мы взяли сейчас, ну, просто первый попавшийся, это мел Трианжел. Допустим, мел у вас свободно ходит, вы подогнули клипсу немножко, и мел уже у вас зашел туго. То есть там все равно какие-то минимальные разбежки в размерах мела существуют, поэтому с клипсой удобнее. Подогнули, туже зашел мел, не заходит мел, немножко разогнули, да, то есть, как бы, достаточно удобно. Кроме того, я хочу отметить то, что у нас когда-то была жалоба, человек сказал, ну, не влазит мел, ну, вообще никак, бывает такое, но бывает почему, потому что весь, ну, практически весь мел, он не квадратный, он внешне выглядит квадратным, но он в одном положении, вот видите, в этом положении он не заходит, а в этом положении он заходит нормально. То есть, есть такой нюанс, несмотря на то, что внешне одинаково, ну, не совсем, разница все-таки в размерах есть с двух сторон. Значит, по держателю с клипсой, думаю, понятно, вторая, вторая позиция, это держатель с боксом. Значит, с боксом история какая? Бокс в какой-то степени удобнее, меньше пачкает одежду, ну, скажем так, в этом отношении, наверное, удобнее, да. Но, мелить кей из положения, вот с такого отверстия, это неудобно, ну, мне лично это неудобно. То есть, допустим, вы, ну, вам нужно в это отверстие вставить наклейку и помелить. Но я, например, мел, ну, при нанесении мела, ну, многие так делают, мел наносится, аж, и нужно мел нанести и на края наклейки, и по центру, то есть, я очень часто мелю на отмашь, вот таким вот образом, да, то есть, поделаю, ну, наношу мел вот так. И поэтому мел закрыт, это не совсем удобно. То есть, как правило, после покупки вот такого держателя приходится снимать крышку. Давайте я вставлю мел. Вот, мы вставили мел. Во-первых, тут тоже нюанс, видите, как бы, пластиковые боксы, они всегда немножко больше. То есть, здесь, ну, давайте так, вы вставили, да, закрыли, то есть, в стандартном виде это выглядит вот так. Вот он. Вот это стандартный вариант. Здесь вам, то есть, помелить это только вот так. И при том, что, будем учитывать, что мел новый, он еще не промелился, то есть, он промелится, потом это, ну, скажем так, неудобно. Если крышку, как правило, большинство людей, купившие такие держатели, снимают крышку. Если сняли крышку, то сюда нужно какую-то проставку поместить. Поэтому, для того, чтобы мел, ну, удобнее держался. Поэтому, тоже, скажем так, есть вопросы в плане удобства. Так, вот так, конечно, удобнее. И у вас есть возможность подрезать мел, ну, удобно достаточно. Но, зачем мучиться, если есть П-образная металлическая клипса. То есть, я вот сторонник клипс. По поводу нестандартных форм мела. Да, бывают, попадаются нестандартные формы мела. Бывают круглый мел. Бывает мел граненый, да, как вот мел предатор, например. Ну, с этим тоже проблем особых нет. Это решаемый вопрос. Значит, как это делается. Ну, и просто, на примере Трианжел, я вам опишу, это решаемое. Не буду делать, просто расскажу. Значит, вы берете обычную монету. Единственное, ну, не медную, чтобы она магнитилась. Берете монету, берете суперклей и на торец смело приклеиваете вот сюда монету. Приклеили монету и просто вы саму клипсу или бокс убрали. И у вас мел крепится вот так, прямо к держателю. Это, если касается вот таких вот нестандартных форм мела, вот так можно выйти из положения. Также хочу отметить, что вот эти вот держатели, которые представлены на видео, это действительно кожаные, то есть это не китайские держатели. Это, ну, вот в этих держателях здесь из Китая, скажем так, вот здесь это бокс. Да, это вот действительно китайская штука. Здесь действительно кожа, это делается здесь у нас. И в нашей стране все производится. И, ну, такие эти вещи. И здесь, ну, действительно кожа. Кожаные немножко дороже, лучше ходят. Они, ну, у них, скажем так, ресурсы эксплуатации получше. Они выхаживают дольше. Они практически вечные. То есть кожа, ну, держится гораздо лучше. Есть позиция китайская, которую называют кожаным. Но она на самом деле не кожаная. Эти держатели не кожаные. Они кожзамовые. И 99,9% того, что я видел китайского, там кожаных держателей не существует. Их называют кожаным, но они не кожаные. И называть это, ну, я так горячо эту тему воспринимаю, потому что мы тут чехлы для Киев делаем сами, да. И мы, как бы, работаем с этими материалами. Я, как бы, ну, я лично с этим работаю. Я, как бы, сторонник называть вещи своими именами. И когда называют, там, вот это кожаные, ну, не кожаные, это кожзам. И когда говорят о том, что это эко-кожа, ребята, ну, есть кожа, а есть не кожа. Ну, что значит эко-кожа? Эко-кожа, да, это кожзам, который похож на кожу. Который, там, не горит, ну, давайте говорить откровенно. Но это кожезаменитель, а не эко-кожа. Ну, я не совсем согласен с этим понятием. Я согласен с людьми, которые категорически, там, ну, не согласны с тем, что нужно, там, допустим, покупать кожаные вещи, да, по своим убеждениям. Нет вопросов, можно купить, но это же стоит дешевле. Поэтому у нас это идет отдельными позициями. Есть кожаные, а есть не кожаные. И хотите не кожаные, стоит дешевле. Хотите кожаные, стоит дороже. Поэтому, ну, я сторонник права выбора, да, чтобы человек мог адекватно, ну, выбрать и понимал, за что он платит. Поэтому, вот, мы выбрали этот путь, мы, ну, кожаных не было, мы придумали, решили, надо делать и такие, и такие. Поэтому пришли к тому, что их нужно сделать здесь, в нашей стране. Поэтому мы, как бы, вот, по такому пути пошли. На этом все о держателях кожаных. На не кожаные будет отдельный видеообзор. Там будут более очевидные различия. То есть, ну, расскажу, покажу. На этом все. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин BilyardMag.com. Меня зовут Богдан. Спасибо. Всего доброго. До свидания.